Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Откройте со мной, пожалуйста, 26-й Псалом. 26-й Псалом. Аллилуйя. Когда брат Копленд был здесь, его последнее служение было в воскресенье вечером. Вспомним заключение его проповеди. И поймите, он проповедовал о завете в крови. С очень весомым откровением. Так? И потом он сказал то, что, на мой взгляд, было кульминацией и смыслом всей проповеди. Вот что он сказал. Я рожден, чтобы знать его. Я рожден, чтобы быть как он. Аминь. И в этом вся суть завета в крови. Я говорю, в этом вся суть. И это созвучно с тем, что у меня на сердце для этих собраний нам нужно осознать, что такое знать Бога. Вы только подумайте о возможности знать Его. Я не продам свое первородство ради чего-то в этом мире, чтобы потом плакать. Как Исаф плакал о том, что он променял. Аминь. У нас есть бесценная привилегия по праву духовного рождения знать Его. И это не просто знать Писание или знать принципы. Насколько бы ни были важны принципы. Они существуют, чтобы помочь нам знать Его. Они не заменят познание Его. Аминь. Мы немного говорили об этом вчера вечером. Мы не можем знать Его через эмоции. Мы не можем знать Его через чувства. Я не говорю о том, чтобы возбудить в себе какое-то чувство познания. Мы познаем Его через Слово. И Дух Святой открывает Его нам. И мы познаем Его Духом. Мы не пытаемся знать Его по плоти. Папа Хеггин сказал, «Я думаю, многие люди заблуждаются, пытаясь знать Иисуса по плоти». Они хотят побывать там, где Он был. И нет ничего плохого в том, чтобы посетить Палестину, Израиль. В этом нет ничего предосудительного. Но вы не должны знать Его лучше от того, что вы там побывали. Аминь. Потому что эта местность не раскрывает того, что раскрывает Слово о том, кто Он. Аминь. А люди щупают что-то физическое в попытках узнать Его. И они обманываются, потому что так они Его никогда не познают. Аминь. Духом. Мы познаем Его Духом. Мы не знаем Его по плоти. А люди вешают картину, портрет Иисуса. Папа Хэггин сказал, «Я думаю, что часто они совершают ошибку, потому что люди расспрашивали Его о тех нескольких разах, когда Он видел Иисуса. Похож ли Он хоть как-то на Его изображение?» И он ответил, «Ни на одно из них, ни на одно». Почему? Он ответил, «Я думаю, это ошибка, пытаться отобразить Его по плоти. Я не говорю, что людям нельзя Его рисовать. Я говорю, что людям не нужно как-то основывать свою духовность на том, как выглядит картина. Духом мы познаем Его. Не по плоти. Аминь. И так же нам нужно начать относиться друг к другу, знать друг друга по духу, а не просто по плоти. Тогда у вас не будет проблем с тем, кто проповедует, если пастора нет в воскресенье. С тем, мужчина проповедует или женщина проповедует. Или не тот, кто вы думали. Это все знания по плоти. И мы обделяем себя, когда остаемся на естественном, на плотском уровне. За годы были такие люди, немного, но были, чьи слова доходили до меня, а некоторые говорили это в лицо. Дамочка, я не верю в женщин-проповедниц. Я отвечала, я тоже. Потому что я здесь не в качестве женщины. Я женщина, но я здесь не представляю женщин. Аминь. И когда кто-то говорил, я не особо верю в женщин-проповедниц, я отвечала, я тоже. Я верю в помазанных проповедников. Помазанных. Потому что я не верю и в мужчин-проповедников, если они не помазаны. Я не верю в женщин-проповедниц, если они не помазаны. Я не верю в проповедника на основании его пола. Без помазания никакое ермо не будет разрушено. Суть в помазании – в движении по духу, в совершении дел духом. И познаем его мы духом, не чувствами. Когда мы в его присутствии, чувства приходят, но не чувства помогают нам знать его. И не чувства диктуют, насколько мы духовны. Аминь. Слава Господу! Вчера вечером мы говорили о том, что нужно ценить превыше всего. Да, мы ценим принципы веры, но знать принципы веры не значит знать его. Способность перечислить необходимые шаги не значит знать его. Они направляют нас к тому, кого нам нужно знать. Они помогают нам быть умелыми в том, что нам даровал тот, кого мы знаем. Но принципы – это не он. Аминь. Принципы веры – это шаги, которые нужно предпринять, но не на принципах нужно фокусироваться. Он – центр нашего внимания, а принципы – это шаги, которые мы предпринимаем. Принципы указывают на него. Аминь. Псалом 26-й Псалом 8-й стих. И я буду читать в расширенном переводе. Здесь сказано. «Ты сказал, ищите лица моего, просите моего присутствия и нуждайтесь в нем, как в жизненной необходимости. Мое сердце говорит тебе». То есть, он ожидает ответа на то, что он предлагает. «Мое сердце говорит тебе. Твоего лица, твоего присутствия, Господь, я буду искать, просить его и нуждаться в нем. В силу необходимости и на основании власти твоего слова». Кто из вас знает, что он в нас? Он в нас. И в Новом Завете это значит, что нам нужно направить свое внимание и фокус на того, кто в нас, и на его слово, которое открывает того, кто в нас. Аминь. Ведь при том, что в нас обитает великий Бог, мы можем так никогда по-настоящему и не узнать его. Почему люди оказываются на бракоразводном процессе? Они так по-настоящему и не узнали человека, с которым были в Завете. То, что вы в Завете с кем-то, еще не значит, что вы его знаете. И то, что мы его храм, еще не значит, что мы знаем его. Мы можем быть с ним в Завете, принадлежать ему, и все равно так по-настоящему и не познать его. Мы познаем его ровно настолько, насколько стремимся познать его. Аминь. Когда Билли Грэму исполнилось 80 лет, а ушел он домой к Господу, по-моему, когда ему было уже под 100, 99. Но вскоре после 80-летия Лерри Кинг взял у него интервью в своей студии. И Лерри Кинг сказал, «Многие пожилые люди сожалеют о том, как они прожили жизнь. Но вам должно быть очень приятно, оглядываясь на свою жизнь, не испытывать сожалений». Тогда как другие люди оплакивают прожитые годы. И Билли Грэм ответил, «Я величайший неудачник из всех, потому что я слишком много времени проводил с людьми. Я слишком много занимался собраниями и крусейдами. Я недостаточно времени был с Богом. Если бы я больше времени проводил с Богом, люди ощущали бы больше Бога рядом со мной». Это он сказал, когда ему исполнилось 80. Давайте не будем дожидаться 80. Аминь. Потому что мы можем быть настолько занятыми делами, так любить дела, и упустить чудесное духовное наследие, познание его. Это не значит, что Билли Грэм не знал Бога. Но он сказал, «Я обделил самого себя. Я мог сделать больше, чтобы знать Его, мог больше быть с Ним». Если мы научимся этому, если мы станем очень чувствительными, умелыми в нашем подходе к Нему, научимся сдаваться Ему, откликаться Ему, то не будет так тяжело работать для Него, потому что Он в большей мере будет протекать через вас, совершая то, что вы не способны сделать и за гораздо более долгое время. Он за мгновение может сделать то, что вы не могли бы совершить за месяцы. Аминь. Слава Господу. Я вспоминаю, как я в своей жизни проходила определенные испытания, а именно четыре испытания, которые были особенно тяжелыми для меня. я читала все книги, которые только могла, я задавала все вопросы, которые только могла, временами задавала вопросы своему мужу, искала, слушала все кассеты, которые только могла, в попытках найти на тот момент на самом деле облегчение. Я даже не искала победы, я просто искала облегчения. И я обнаружила, что делаю все, что могу, цитирую все, что могу, исповедую все, что могу, читаю все, что могу, а ничего не улучшается. Я имею в виду, что ничего не менялось. И я начала проводить время, не пытаясь что-то сделать, а просто с ним. И я говорила мужу, мой разум находится в таком мучении, что я могу получить мир, только войдя в дух, не через исповедание. Исповедание не приносило мне мир. Мне нужно было войти в дух. И я говорила, это единственное время, когда я чувствую облегчение. Поэтому, просыпаясь, первое, что я делала, я поворачивала каждую частичку себя в его направлении. И в течение всего дня я к этому возвращалась и делала все, чтобы не выйти слишком далеко из духа. Потому что, если я слишком далеко выходила из духа, это мучение и терзание начиналось снова. И я лежала часами, войдя в мир, я просто лежала часами, неподвижно. Я не хотела выходить из него. Аминь. Что я делала? Я просто пребывала в его присутствии. Я еще не знала всех ответов. Я не знала всех необходимых шагов. Но если я просто входила в его присутствие, там была защита от этой атаки на меня, пока я училась. Пока я училась. Есть ли помощь для новообращенных христиан, которые не знают всех исповеданий, еще не имеют навыков? Есть ли защита? Конечно. Войдите в его присутствие, потому что оно будет охранять вас, пока вы учитесь. Оно будет для вас освежением во время жары. Мы слышали рассказы Папы Хеггена на служениях и в аудиозаписях, и те из вас, кто следил за его служением, тоже их слышали. Но нам нужно к ним возвращаться, потому что нам не обойтись без того, что он сказал, если мы хотим увидеть полную меру этого пробуждения. Папа Хегген рассказывал, что бывало, на его служении люди сидели час или полтора неподвижно. Никто не разговаривал. Дети не плакали, при том, что не было детского служения в те дни. Никто не издавал ни звука. Кто-то спрашивал, какой смысл в том, чтобы тихо сидеть. Никто ничего не говорит, нет никаких назиданий, никаких проповедей. В чем смысл? Люди просто поглощены его присутствием. Все внимание и фокус на нем. И Папа Хегген рассказывал, когда такое случалось, я потом полтора года находился в этой славе. Почему? Потому что вы входите в славу не для того, чтобы потом ее оставить, а чтобы пропитаться ею, чтобы ваша жизнь стала этим потоком. Обратите внимание, он сказал, когда такое случалось, я потом полтора года жил в славе того одного служения. Когда он это сказал, меня осенило, потому что он приезжал в нашу церковь в 2003 году и был здесь неделю, и я осознала, что после тех собраний я полтора года находилась в другом измерении. Я говорю о моем общении с Богом. Была осязаемость, была весомость, какое-то наделение. Мы были подняты в другое измерение Духа. И я ходила в этом, и тут я поняла, как интересно, я в этом пробыла полтора года, прежде чем я осознала, что оно как бы пошло на убыль. Бог не хочет, чтобы это убывало. Нам просто нужно постоянно освежать себя в этом. И Папа Хеггин говорил, что в эти времена тишины и покоя людям не сидится. Плоть хочет двигаться, что-то делать. Я не знаю, здесь ли сегодня один человек из церкви или отсутствует из-за работы, но я так дорожу тем, что он сказал. Пару недель назад у нас здесь было служение, которое проводил мой сын Грэнт. Морган, по-моему, была во Флориде на праздники. И Грэнт проводил служение на неделе. И он собирался учить. Но когда он вышел служить, здесь был дух поклонения. И мы просто поклонялись. Грэнт распознал этот поток и не пытался что-то делать. И знаете, это не всегда легко для плоти, особенно когда вы учитесь, и вы не так долго в служении. Вам кажется, что вам нужно сделать что-то, произвести что-то, принести что-то людям. Но он просто отошел в сторону и позволил Духу Святому двигаться. И мы просто сидели и поклонялись, сидели в присутствии Божьем. И было осязаемое помазание на этом. И в конце он вызвал всех, у кого была боль в теле, и служил им, возлагал на них руки. И мне так дорого то, что мне сказал один драгоценный человек из церкви где-то неделю назад. Он сказал, «Пастор Нэнси, я хочу поблагодарить вас за то, как вы воспитали своих детей. Благодаря тому, что ваш сын послушался Бога на том служении и был чувствителен к Святому Духу, мы с женой исцелились из-за того, как вы воспитали своего сына в почтении». Видите ли, мы получаем ответы в этой славе. Пасторы, мы воспитываем собрание. И нам важно воспитать в людях понимание, как сидеть в присутствии Божьем и позволять Его присутствию и славе делать то, что не может произвести ни одна проповедь. Я не принижаю проповеди, но каждая из этих вещей по-разному приносит обеспечение в жизнь Божьих людей. И проповедь никогда не даст вам того, что даст вам просто пребывание в присутствии Божьем. Однако просто пребывание в присутствии Божьем не обновит ваш ум, как это делает проповедь всему свое место. Как существует множество аспектов граней брака, семейной жизни. Когда мы с Эдом поженились, он так много разъезжал, но я понимала, что я не вышла за него замуж, чтобы не быть с ним. И временами нам приходилось прилагать усилия, чтобы побыть вместе, потому что поговорить по телефону недостаточно. Просто послать подарок недостаточно. Нужно быть рядом, просто быть вместе. И исповедание не заменит время с ним, когда нам нужно просто сесть и побыть с тем, кто искупил нас. Просто быть вместе. Просто быть. Помните, когда вы только что влюбились? Все, чего вам хотелось, это просто быть там, где он или она. Вас ничего больше не волновало. Послушайте, я до сих пор смеюсь, вспоминая, как вел себя мой муж. Я еще не очень хорошо его знала, ему не нравилось играть в игры, потому что в детстве в его семье не было игр, в его семье были страдания. Они просто пытались выжить. В счастливых же семьях люди часто садятся и играют в игры вместе. И в этом есть что-то такое, что укрепляет семью, когда люди просто вместе занимаются тем, что им нравится. Это ценно. И вот, когда Эд впервые прилетел в Техас ко мне, мы познакомились раньше, но он впервые прилетел специально, чтобы встретиться со мной. А в нашей семье играют в игры. Мы играем в игры. И вот, мы были дома у моей сестры и ее мужа, и она приготовила крокет. Мач-реванш, брат, тебе крышка. В прошлый раз тебе просто повезло. Было темно, и я ничего не видела, но больше никакой пощады. Итак, моя сестра приготовила крокет, и мы все просто пошли играть в крокет. Мы не знали друг друга, а игра была возможностью познакомиться. И вот, мы все пошли играть в крокет, и он играл. Мы хорошо провели время, и я не знала, пока не вышла за него замуж, что он ненавидел игры. Но просто, чтобы побыть со мной, он делал то, что обычно не стал бы делать. Просто потому, что он был готов на все, лишь бы быть там, где я. Вы понимаете, о чем я говорю? И так же, в общении с Богом, возможно, вам не свойственно или нелегко сидеть спокойно, но просто, чтобы побыть с ним, просто ради него, просто, чтобы послужить ему и позволить ему послужить вам, вы готовы сделать что-то, что, возможно, не очень естественно для вашей плоти. Аминь. Знаете, почему в вечности Он приготовил нам обители в Своем доме? чтобы быть с нами. Он хочет быть с нами. Давайте ответим ему взаимностью. Я хочу быть с ним. И я не хочу дожидаться, пока я попаду на небо, чтобы быть с ним. Слава Господу! Бывает, в церкви на служении внезапно сходит тишина и благоговение, и ощущается такой вес. Это произошло, когда мы были в России, в Санкт-Петербурге. Я проповедовала в один из вечеров о грехе беспокойства в Санкт-Петербурге. И в конце того служения просто святое благоговение сошло. И там в церкви, наверное, около тысячи человек, и просто наступила неподвижность и тишина. И Эд всегда учил нас, когда такое происходит, это Иисус вошел в зал. Не просто, когда люди замолкают, а когда ощущается такой вес благоговения. И пастор Айк увидел Иисуса, и Иисус заговорил с ним, а по лицу Иисуса струились слезы. И он сказал, «Это одна из основных причин, по которой мои люди не получают того, что я им обеспечил, из-за греха беспокойства». Но, когда он приходит, атмосфера меняется. И, когда все идет не так, вы можете способствовать той атмосфере, которая все меняет. Деяние, 13 глава. Второй стих. Деяние, 13, 2. «Когда они служили Господу и постились». То есть они были там достаточно долго и пропустили один или два приема пищи или еще больше. Они уделили время. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал. И Папа Хегин говорил нам, «Когда вы служите Господу, это та атмосфера, в которой Дух Святой говорит что-то». Часто люди говорят, «Я не знаю, где взять ясность, я не понимаю, в каком направлении идти, я не знаю, что делать дальше». Тогда нужно уделить время, чтобы служить Господу, потому что так, если Он захочет что-то сказать, мы будем в том положении, в котором Он часто говорит. Папа Хегин рассказывал, что, будучи пастором, Он завершал каждое служение, приглашая людей выйти к алтарю и поклоняться, и молиться. И Он говорил, «Мы не занимались всеми консультациями, которые проводят сегодня, потому что люди получали свои ответы». Почему? Потому что, когда вы служите Господу, Он служит вам, давая ответ. Потому что, что вы посеете, то и пожнете. Если вам нужно что-то услышать, нужно, чтобы Он вам послужил, послужите Ему. Не чтобы что-то заработать, а просто понимая, что, когда мы служим Ему, Он, в свою очередь, служит нам. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok